Так, 92-й день протестных митингов и шествий в Хабаровске внезапно обернулся жесткими задержаниями. Вот уж, казалось бы, неспокойная суббота. 25 человек увезли в автозак. Почему вдруг власти решили ответить, собственно, таким образом, оппозиционно настроенным горожанам именно сейчас? Говорим об этом с Андреем Пастуховым, представителем штаба Навального в Хабаровске. Андрей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вас хорошо слышу, вижу. Расскажите, пожалуйста, почему сегодня, вот столько дней, выходят люди на протесты, выходные, и сегодня решили использовать ОМОН? Смотрите, я думаю, что давно уже нарастала такая точка кипения, но вот буквально на днях умерла одна из старейших участников протестов, Людмила. Она умерла в больнице от осложнения астмы, но ее раньше задерживали. Это произвело тяжелое впечатление на людей. Но еще вчера вечером так называемые эшники у нас в Хабаровске пытались жестоко задержать 72-летнюю участницу митинга. На нее напало около 12 сотрудников Центра Аэ, и женщину удалось отбить, ну люди только помогли ее отбить и не допустить задержания. В связи с этим, именно сегодня, в субботу, в 12 часам собрались люди, ну как обычно у нас 12 часов собираются, в настральной площади Ленина у здания правительства края, прошлись по обычному маршруту, это настральные улицы города, по возвращению обратно на площадь, примерно в 14.30, ну заметили, что поставили три палатки в знак протеста вчерашнего нападения полицейских на пенсионерку. Потому что у людей, ну не осталось больше никаких мирных, так сказать, методов протеста. Буквально там минут 5-10 вышли несколько сотрудников полиции, потребовали убрать палатки, протестующие отказались, и буквально считанные секунды из здания правительства выбежал ОМОН, около 30 сотрудников, и началось силовое подавление с использования дубинок, ну, я думаю, не знаю, вы видели, наверное, будет. Давайте покажем сейчас это видео, как это происходило. Так жестко протесты в Хабаровске еще не разгоняли. ОМОНовцы пустили в ход дубинки против мирных демонстрантов. В результате несколько пострадавших потребовалось скорая, три десятка были задержаны. Применить грубую силу полицейские решили на четвертом часу акции в поддержку фургалы, когда митингующие отказались убрать палатки, установленные рядом со зданием краевого правительства. Вы что делаете? Вы еще и люди, нет? Вы что делаете? Вы что говорите? Что вы делаете? Вы что делаете? Не трогайте! Не трогайте людей! У меня совести нет вообще! Несогласованная с властями субботняя манифестация началась традиционно на площади Ленина. Там сторонники бывшего главы региона около получаса скандировали лозунги в его поддержку. Верните нам фургала! Верните нам фургала! Верните нам фургала! Далее шествие по центральным улицам Хабаровска. Нам нужна поддержка всей страны! Нам нужна поддержка всей страны! Вернувшись на площадь Ленина, митингующие заявили о своих планах сделать акцию бессрочной. На газоне они установили палатки. Если мы не будем делать дело, мы так и будем ходить, не молча, стоять вот этих билей. Хоть напряжимся, вот нет! Дело делать, значит дело делать! Для силовиков это стало сигналом. Сначала палатки просили просто убрать. Так, 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 что-то начинается. Палатки остались. Тогда по приказу из Дома правительства вышли десятки бойцов ОМОНа в бронежилетах, шлемах и с резиновыми палками в руках. Они уже не церемонились. От полицейских кулаков и дубинок несколько человек получили травмы, как минимум два бессознания. Одному протестующему сломали нос, другого задерживали, наступив коленом на горло. Во время задержаний досталось и двум несовершеннолетним юношам. Один ступил за старушку, а в результате ему и другу пришлось терпеть издевательство от ОМОНа. Вас поставили в угол и смеялись, поставили в угол на колени и смеялись. Мы старались задавать вопросы, мы сгнорировали. Вас тоже, я смотрю, побили, да, ссадина? Подожди, сколько вам лет? Сколько вам лет? А тебе сколько лет? А тебя побили? Ну, в глаз ударили. Дубинкой, очки нашли? Очки нашли? Он заступался за бабушку, которой грубили. Его отбили в участок. Потому что он мой друг. Я пошел за ним. Меня скрутили трое человека, били туда, куда его. Назначенный Кремлем в Рио губернатор Михаил Дегтярев к митингующим, конечно же, не вышел. Зато на сайте администрации появилось сообщение с заголовком. Количество участников несанкционированных акций в Хабаровске продолжает снижаться. Там же сообщается, что сегодня вышло всего 500 человек. Представители оппозиции заявляют, что их было как минимум в два раза больше. Но показательно, что после разгона дневной акции на площадь Ленина подтянулись новые протестующие. И митинг в поддержку Сергея Фургала продолжился даже затемно. Ура! 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 Пастухову, представитель штаба Навального в Хабаровске. Андрей, скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что вот именно то, что поставили палатки, как такой маячок Майдана в глазах силовиков, и как бы вот, условно говоря, шторки упали, поэтому так жестко отреагировали именно на это. Как вы думаете? Я не знаю, что в головах у сотрудников полиции, у тех людей, которые дают приказы, или у самого Врио Дегтярева, но испугаться трех палаток, учитывая, что это 92-й день протестов, да, это может быть что-то новое, но, на мой взгляд, палатки-то не то, что сейчас стоит пугаться действующей власти. Вообще, вот если говорить о последнем времени, о последних неделях, как реагирует на Дегтярева? Смог ли он наладить какой-то контакт с людьми? Или вот весь его контакт, он выражается так, как сегодня, собственно, когда ОМОНовцы избивали безоружных? Ну, смотрите, как изначально он пришел сюда в качестве такого ставленника, пришлого варяга, как его называют местные жители, так он им и остается. Мы брали у людей, ну, как бы, обратную связь, были некоторые голосования в соцсетях, и больше 3-4% голосующих, ну, то есть не набирал Дегтярев. И вот его контакты, ну, это максимум, что он у себя в соцсетях, я думаю, вы знаете его любимые там высказывания про баню и прошлые вещи. Также вот он решил, так сказать, возглавить протест, объявив о создании так называемом Народном Совете, вот буквально на днях состоялась его презентация или как-то вступление участников в этот Народный Совет. А что это такое, что это за Народный Совет? Это какая-то подмена вот этому гражданскому протесту? Пытаются как-то его аккумулировать в что-то такое официальное? Да, да, я как и говорю, что вот он именно захотел возглавить протест. Ну, наверное, по кремлевской методичке передают им, что берите все в свои руки. Буквально с первых дней, как он только появился в Хабаровском крае, он, кстати, один раз выходил к протестующим. В самом начале, да? Да, да, в самом начале вот он один раз вышел, и там, собственно, и заявил о том, что будет создаваться Народный Совет, и туда, как он тогда заявил, что может войти буквально любой, но потом на эти условия начали накручиваться новые ограничения, там должна быть поддержка, потом какое-то голосование. Если ты блогер, то блогера должно быть там 5 тысяч подписчиков. И в итоге, ну, я, честно говоря, не знаю, кто в итоге вошел. То есть это такой получился конкурс блогеров. И кто в результате вошел вообще? Что там происходит в этом Народном Совете? Ну, вот я не могу сейчас подсказать, кто вошел, но буквально вот на днях в здании музыкальной комедии проходило вот это вот собрание. Ну, там довольно-таки много было людей. Я, честно говоря, не знаю, сколько людей туда вступило. Но были те люди, которые были, так сказать, оппозиционно настроены. И Дегтяреву задавали вопросы по ситуации с митингующими, по задержанию. Но Дегтярев, как обычно, отшутился либо перевел тему. Есть ли ощущение, что, в принципе, все-таки, ну, эта ситуация же не бесконечная, что людям надоело выходить на шествия, на митинги, и они будут искать какую-то другую форму протеста, возможно, что, ну, уже столько дней прошло, ничего не происходит ни с фургалом, никаким образом ни власть не реагирует. Нет ли ощущения какой-то вот депрессии и отчаяния? Ну, именно депрессии и отчаяния у хабаровчан, у жителей всего края нет. Ну, и лукавить, конечно, я не буду. То, что 92 дней протест держится, это отлично, хорошо, и надо действовать дальше. Но, тем не менее, зима наступит скоро, и, к сожалению, зимой протестовать будет тяжело. И усталость накапливается, и, ну, боюсь, что в скором протест либо перейдет в какой-то другой метод, вариант, либо, ну, просто остановится. Ну, поверьте, хабаровчане весьма искусные, весьма креативные люди, которые буквально-таки на раз умеют изобретать любой вариант протеста. Не знаю, наверняка многие помнят, у нас был на митинге замечательный холодильник, у нас приносили там картинки веселые, ну, допустим, сейчас в эфире идет, тоже показывают. Поэтому хабаровчане что-то придумают. Ну, понятно, но как бы мы надеемся, что вот эти придумки хабаровчан, они все-таки обернутся какой-то реакцией властей, потому что, в принципе, это же как бы такие две параллельные реальности, они же в какой-то момент должны сомкнуться, и надеюсь, что они будут смыкаться не в КПЗ. Спасибо большое, это был Андрей Пастухов, представитель штаба Навального в Хабаровске.